То, что сегодня есть у меня, я это имею благодаря, опять же говорю, тому, что мне дала моя мама, мои родители. Я, наверное, в трупе был одним из самых молодых артистов. У меня не было хороших балетных данных. Я добился все своим трудом. Может быть, ты сделал неправильный выбор. Во-первых, Омск для меня – это дом, конечно. То есть дом, где родились мои родители, где жили в свое время бабушка с дедушкой. То есть это все, как бы, мое родное. Где появился на свет мой ребенок, да. То есть я познакомилась со своей супругой Леной. То есть это все. У меня многое, большая часть жизни связана, конечно, с Омском. Я не замечаю, как он меняется, честное слово. Скажу честно, не замечаю. Потому что, в основном, говорю, вся наша работа в постоянном потоке движений и так далее, да. И я не успеваю остановиться, чтобы осмотреть его и что-либо увидеть. Иной раз только в новостях услышишь, либо, да, прочитаешь, либо в информационных лентах. Отсюда, да, действительно, может быть, люди бегут, уезжают и так далее. Но почувствовать то, что ты корнями в Омске, да, это можно, наверное, только в другом городе. Если другой город тебя примет, ты не будешь думать о Омске, значит, ты правильно сделал. Если ты будешь вспоминать постоянно Омске и думать об этом, да, что тебя с ним здесь связывает, то, может быть, ты сделал неправильный выбор. Наверное, так. А вообще просто уехать. Но иной раз меня посещает такая мысль, бывает такое, да, что хотелось бы, конечно, чтобы мой ребенок, моя семья находилась в более привлекательных условиях, я имею в виду более климатически привлекательных условиях, где хороший климат, хороший воздух, это ближе к морю, да, например. Как бы всем хочется там быть. Всем хочется дышать чистым морским воздухом, да. Всем хочется, чтобы наконец-то сибирские морозы отпустили их, да, чтобы не одевать на себя тяжелую, толстую, теплую одежду. Никому, я думаю, что этого не хочется. Но пока я работаю, пока я танцую, пока я буду танцевать, я думаю, что будет позволять здоровье, буду танцевать и работать. И уехать мы всегда успеем. Сергей Флягин. Заслуженный артист России, солист балета Омского государственного музыкального театра, доцент кафедры хореографии факультета культуры и искусств ОМГУ имени Федора Михайловича Достоевского. Видите, в свое время, опять же, говорю, в городе Омске, мои родители Мичи, в детском возрасте мама ходила в танцевальную студию, балетную. Валентин Яковлевне Тулуповой, это известный наш балетмейстер, да, занималась у Таиси Рей. Она достаточно была очень профессиональным человеком, очень эмоциональным, чисто харизматичным, да. И если бы она стала танцовщицей, я думаю, что она была бы великим и балетмейстером, может быть, великой танцовщицей. Но, к сожалению, родители в свое время не отпустили ее. Маму брали без конкурсной основы, без конкурса, без каких-либо там вступительных экзаменов в Новосибирское училище хореографическое. Но родители не отпустили на тот момент. И решила, наверное, тем самым маму свою мечту воплотить во мне. А я не выбирал. То есть я в свои пять лет, как бы, кто бы мне дал выбор, да. То есть меня направили, толкнули, соответственно, и я думаю, что мне и не давали право-влево шаг делать. Вот именно направляли специально. И я об этом не жалею, я благодарен мамочке за это, спасибо большое. Потому что тем самым я сегодня, вот то, что сегодня есть у меня, я это имею, благодаря, опять же говорю, тому, что мне дала моя мама, мои родители. Я не помню того, что я говорил бы, нет, не хочу. Я помню слезы. Слезы были. Но слезы были коротковременные, да. То есть, выходя, а потом занимаюсь, танцую снова, как бы, и я забывала обо всем о том. Мама действительно была грамотным человеком. Она позволяла, как говорят, и кнутом, и княтиком, да. Но просто артистами хорошими действительно становится, наверное, когда над тобой такой хороший контроль. Когда в тебя верят, да. Мама в меня, наверное, верила. Можно разглядеть данные строения костей, да, суставов, ног, стопы и так далее, да. В генах, если рост, допустим, у дедушек, у прабабушек, там, прадедушек был высокий, то это тоже один из признаков достаточно для артиста балета мужчины. Очень хороший признак, да, высокого роста. Но, опять же, говоря про своего ребенка, я вам скажу честно, у меня не было хороших балетных данных. Я добился все своим трудом. У меня не было данных, которые требуют сейчас, там, определенной стопы, супер, там, красивый взъем, да. Не было растяжки определенной, как бы. У меня всего лишь был от природы хороший прыжок, музыкальный слух хороший, и харизма, скажем так, артистизм хороший. То, что как раз-таки сейчас родилось в моем ребенке. Но, опять же, я думаю о том, будет ли у меня танцовщиком, не хочу. Скажу честно, профессия в какой-то степени неблагодарная. Хорошая, ну, как бы, она неблагодарная, почему? Профессия артиста балета требует, как вам сказать, именно постепенного роста. Никогда не отступая назад, не оставаясь там, а постепенно поднимаясь наверх. Это очень сложно, и я бы, действительно, говорю, я бы ни в коем случае не разрешил своему ребенку повторять свою судьбу. Он может стать хорошим драматическим артистом, да, он может стать хорошим музыкантом, но, как бы, я не вижу в нем артиста балета. Это видно сразу, как бы, понятно, что, просто зная себя, если бы у меня были супершикарные данные, я думаю, что, может быть, да, у него было бы все это, бы я вкладывал бы в это, у него все. У него другое, у него, я не хочу ломать его. То есть сейчас такое, понимаете, сейчас такой мир, и пытаться сломать его, у него есть определенный жанр, что он хочет. Ну, он хочет играть на пианино, да, он хочет быть артистом, драматическим артистом. Но направлять его вот в этот, в эту стезию, я знаю, что это очень тяжело, и очень тяжело пробиваться сквозь это все. То есть сейчас столько конкуренции, хотя для, все для того, чтобы стать, как бы, артистом можно, все есть для этого. Но это надо сильно-сильно-сильно захотеть, сильно трудиться над этим. Он просто иногда говорит, потому что он посмотрит, его зацепят иногда меня на спектакли, я хочу стать артистом балета, как папа. Я говорю, давай ты будешь хорошим артистом, драматическим, будешь сниматься в кино, и тем самым переносить больший доход в семью. Жалко, что, видите, труд артиста балета очень плохо ценится финансово. Очень жаль, тем более касаемо регионов. Как бы ни говорили, что в регионах, вот знаете, вокруг Москвы и Питера нет культурной публики, она более культурена, более глубоко, скажем так, насыщена. Я всегда противник того, если приезжает, например, да, определенная там труппа, балетная. Я сейчас говорю про балет, почему, да? Там пишут, пишут «Лебединое озеро», «Щелкончик» и так далее спектакли под брендом Большого театра, под брендом Мариинского театра. Показывают совершенно не тот уровень, который бы должен был быть, потому что они считают, что нам здесь можно показать, извините меня, тут публика не глупая, тут публика достаточно воспитана. С тех самых времен, когда шли настоящие спектакли «Лебединое спящее», да, «Дон Кихот», вот эти все спектакли «Жизель», и наша публика этим воспитана. И показывает, и говорит, что вот Большой театр, вот Питер, нет, неправильно, наша публика разбирается, где есть что, да? И нас не обманешь, потому что мы действительно… И многие звезды, не балетные даже, которые про другие спектакли приезжают, да, как бы показывают спектакли, артисты, известные достаточно, подходят за кулисы, я вот был свидетелем, да, говорят, вы знаете, у вас настолько благодарна и культурная публика, она очень принимает приятно и тепло, и отзывается, и очень приятно работать. Может быть, потому что она не избалована, может быть, поэтому. Слово «балет» сразу всех ассоциируется со словом «балерина», да? «Балерина» значит «балет», значит «только женский танец». Нет, мужчины, конечно, в свое время очень давно, как бы, пришли тоже в «балет», но раньше они, мужчины работали только чисто как партнеры, они держали партнерш, не танцевали, в общем-то, да. Соответственно, сейчас очень чутко подбирают, очень грамотно подбирают артистов «балета» мужского. То есть там настолько у парней бывают данные, что они могут даже этими данными затмить женщину, да, девушку, партнершу. Там неразличимо, где мужчина, где женщина, да. Мужчина должен касаться на сцене именно мужчиной. Он должен быть, должен чувствоваться мужской танец, да. По крайней мере, должно просматриваться мужское тело. Он должен поднимать по-мужски красиво, да. И, соответственно, двигаться и танцевать так же. Я закончил хореографическое училище в городе Улан-Удэ, это Бурятская республика. И после этого сразу был переведен сюда. Да, я ввелся в большой репертуар, то есть на тот момент я попал, я, наверное, в трупе был одним из самых молодых артистов, да. Меня окружали такие мастодонты. На тот момент был заслуженный артист России, Виктор Датикович Забташвили, да. Тот, который привнес меня в мир современной хореографии, да. Он был хорошим сценическим отцом, да, театральным отцом, который направлял, давал наставления. Главные уроки, это в первую очередь для артиста, конечно, это трудолюбие и любовь к своей профессии. Любить свою профессию и, конечно, ту сцену, на которой ты работаешь, потому что это все будет воздаваться сверху и помогать тебе тем самым. Я не карьерист, но я считаю, чтобы быть настоящим танцовщиком, как бы хорошим танцовщиком и набираться опыта, это, конечно, надо работать на одной сцене, в одном театре. Здесь артисты балета готовятся к спектаклю. Здесь мы разминаемся. Почему он здесь находится рядом со сценой? Это для удобства артистов балета, для того, чтобы они, как вот успели размяться, немножко разогреть свои суставчики и сразу бегут на сцену. Так, ну дальше пойдемте. Отдельная большая комната для реквизита. Это место, где находится весь реквизит театра. Это бутылочки, рюмочки, платочки, балетные. Самое необычное, я вам сейчас скажу, это... Если сейчас... Давайте я загляну сюда, если мне разрешат. Лены нет. Так, где? Вот он мой, самый родной. Его любит мой сынок Сергей. Он с ним здесь познакомился. Это вот самый сказочный, самый лучший. Самый... Лена, извини, пожалуйста, буквально, ну секундочку. Я спрашивал, вас не было. Это мой самый любимый, самый лучший. Его любит мой сын Сергей. Ой! Это щелкунчик. Он охраняет наш театр, охраняет все то, что здесь находится. Вот так. Так он умеет зубками делать своими. Это самый главный экспонат реквизита нашего, по крайней мере, балетного. Спасибо, Лена, извините нас, пожалуйста. Так, ну вот, скажем так, то место, где на протяжении многих лет мы приводим себя в порядок. Обуваем обувь, перебываем обувь, одеваем костюмы. Диванчик, подушечки, одеяло, да, это для того артистам нужно, чтобы они могли прийти отдохнуть. Вот так. Отдыхаем. Можно прилечь, ножки положить, да. Для артиста это важно, конечно, очень сильно. Надо где-то отдыхать, где-то лежать. У танцовщиков болят в основном весь опорно-двигательный аппарат, на чем держится все. Ноги, колени, ну вообще все суставы – это точно. Для артистов болят, а для мужчин особенно, как бы, я не спорю, что у женщин очень больная нагрузка, помимо того, что они танцуют, они танцуют на пуантах, да, у них просто, простите меня, ноги все истерты, избиты в кровь, пальцы на ногах, да. Что у танцовщиков мужчин? Они должны, помимо того, что красиво танцевать, красиво ходить, они должны красиво следить за партнершей, при этом ее очень красиво поднимать и носить очень красиво. Соответственно, идет нагрузка на позвоночник очень сильная. Я не могу это объяснить. Я говорю, я выходя на сцену, когда за кулисами у нас происходит, вот мы за кулисами ходим в балетном классе, да, все болит. Мы имеем право там болеть, имеем право жаловаться другу, да, подходить, у меня здесь болит, там болит. Выходя на сцену, это как отрубает, понимаете, зрителю ведь не объяснишь, что у тебя болит, все. Зритель пришел посмотреть на прекрасный спектакль, на прекрасных танцовщиков и не на больных артистов. И если что-то болит, ну, приходится терпеть. Можно поставить изболивающий укол. Помогает на период спектакля, но самое-то интересное, что обидное, что когда вы ставите укол, вы не чувствуете, да, вашей боли, но вы тем самым вдвойне, вдвойне, втройне травмируете то, что у вас болит. И, соответственно, когда вы отходите от укола, то боли в несколько раз сильнее. Наш труд артиста вообще говорили, что в свое время приравнивали к труду шахтера, поэтому мы так рано уходим на пенсию. Выслуга лет у артиста болит 20 лет. То есть мы в 18 переходим, в 38 мы уходим на пенсию, да. Но зависит опять же от человека, от артиста. Если у тебя есть возможности, физические данные, там, и силы, что ты еще можешь танцевать. Ты танцуешь. Ну, нет, ты, в принципе, можешь в 38 взять и закончить свой творческий путь и уйти, и начать профессию, там, педагога и так далее. В 40 с лишним лет уже не те, конечно, физические силы, но зато опыта у тебя достаточно много для этого, где ты можешь эти физические силы свои перейти на актерское мастерство, на эмоции, да, то есть дляиграть эмоционально. Здесь гримерки вокалистов, солистов. Здесь наши костюмерные, здесь девочки готовят наши костюмы, гладят, отпаривают, да, шьют, пришивают. Для того, чтобы артист мог хорошо, легко двигаться, костюм шили, да, в итоге его нельзя просто взять и одеть. Соответственно, его несколько раз переделывают, потому что начинаешь танцевать, вроде бы, как костюм по тебе шит, начинаешь двигаться, все, здесь неудобно, здесь неудобно, и его могут по несколько раз переделывать. Соответственно, идет двойная и тройная нагрузка на костюмерный цех, да, который трудится и делает такие прекрасные произведения, искусство, костюмы наши. Ну, это только маленькая толика, да, очередных костюмов наших спектаклей, да, и мои в том числе. Ну, это последний спектакль, премьерный, там, спектакль «Золушка», да. В этом платье я приезжаю на бал, в замок, во дворец. Ну, здесь, в принципе-то, видите, очень сложно показать. Здесь вот отдельно идет у нас, по-моему, это верх, здесь нашитая грудь. Причем на груди, видите, определенные элементы часов. Не буду показать, как там все вшито, это секрет. Да, откуда берется грудь мужчины? Почему оно сделано? Коротким для того, чтобы было бы, ну, как бы, насколько короткий. Здесь вот ткань, да, здесь уже ниже, легкий, более легкий материал. Для того, чтобы можно было удобно работать ногами, да, поднимать ноги, делать шпагаты и так далее, двигаться в этом платье. Боа, 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 вот, в котором я работаю, да. Вот так вот, сейчас покажу, скажем так. Получится, нет? Волосы подсобираются все. Вот так, да. У нас вопрос встал, да, у нас вопрос встал о том, что я предложил вариант, как бы, давайте попробуем на пуантах, когда нам сказали, балетмистер Надежда Станиславовна Калинина сказала, говорит, ребята, хватит нам травм, давайте попробуем. Это пропагандируется, есть театры, в которых танцовщики танцуют на пуантах, и даже женские партии. Почему здесь встал вопрос о том, что Золушку будет танцевать мужчина? Потому что здесь есть определенного рода хореография, где надо поднимать Золушку. И чем мы занимаемся, мальчик обнимает определенный момент, и поддержек есть и у мальчика с Золушкой. Вот, наверное, еще поэтому. Ну, надеюсь, что нам эта роль, в принципе, удалась, она мне очень сильно нравится. После одного из спектаклей Надежда Станиславовна подошла, как бы сказала такие слова, что достаточно приятные для меня, что я превращаюсь в женщину. То есть это видно. Ну, соответственно, слава богу, что происходит на сцене, да. В жизни, конечно, нет, а вот когда мы выходим на сцену, и все артисты, да, в своих партиях перевоплощаемся, то это совершенно, конечно. Вот еще один из моих любимых костюмов, это моя прекрасная, любимая роль, это спектакль «Шинель». Костюм чиновника Башмачкина Акакия Акакевича, да. Я думаю, что мы этим спектаклем произвели фурор, да, так как мы были на фестивалях «Театральный Олимп Сочи» и «Золотой Витязь» в Москве. Там, конечно, спектакль очень хорошо показался, мы получили хорошие награды. То, что касаемо, конечно, этой партии Башмачкина, то для меня это, конечно, одна из тех ролей, где я проявляю себя больше как драматический артист. Больше эмоционально, чем физически, хотя физически достаточно сложно. Хореография у Калинина очень сложная, да, а сочетать ее тем более с эмоциями, да, и воплощать как-то это и лицом, да, и образом, и хореографию, это очень сложно. Где-то находясь и ловлю себя на мысли, на том, что я останавливаюсь и чувствую, что у меня даже походка меняется, да, тело как-то по-другому начинает, как бы, двигаться. Ну, это вот выход из партии. Вроде входишь в нее, как бы, войти проще, да, чем оттуда выйти, как бы, потом уже сложнее. Вы знаете, в этом костюме проще потанцевать, чем был бы он совершенно новый, потому что он напитан уже настолько энергетикой, настолько тут, ну, как бы, в нем станцовано и пройдено, да, вложено сюда. Так вот. Ну, и самое главное, примечательное спектакль – это «Шинель», да, в которой, как я, конечно, плакала, и в которой сильно-сильно-сильно-сильно хотел. Вот она вот такая. И, опять же, она воздушная, легкая, да, и здесь вроде кажется, что вот единственное, что здесь немножко тяжелит воротник, все остальное, оно должно двигаться, колыхаться. Я вот так вот смогу работать с ним, да, смогу гладить себя, как будто моя «Шинель» меня гладит и любит, да. Как будто она живая. Как будто она живая, да. А в повседневной жизни у вас какую одежду больше? Вот такую спортивную, я, вы знаете, я не любитель, не любитель галстука, да, и не любитель того, что может, как бы, немножко закрепощать движение. Люблю такой вот трэш, такой, да, свободный вид. В какой-то степени за моим внешним видом и за моим, как бы, костюмированием, да, и гардеробом следит и помогает мне моя супруга, Лена. Иной раз в какой-то степени меня тогда спрашивали, говорят, где, Сергей, вы любите, например, проводить время свободное, гулять и так далее. Я думаю, вы знаете, мне от кого это передалось. Я вспоминаю еще от моего дедушки, который просто любил ходить по магазинам, не покупать ничего, да, а просто смотреть. Просто смотреть, наблюдать, интересоваться, может быть, что-то новое появилось, но тем самым, как бы, ну, и тем самым, понимаете, душа отдыхает. Просто ходишь и все, наслаждаешься тем, что тебе хорошо, тебе интересно, вот и все. Стоило бы пройтись один раз по хитрому рынку и понять, что это своего рода свой мир старины, да, и всего остального. И мы стали потихонечку коллекционировать определенные вещи. Не знаю, возраст – это не возраст, но это просто интересно. Магия какая-то, магия, это тебя притягивает, тебе хочется, да, энергию, да, какую-то такую вот старинную. Мы уже разбираемся в некоторых вещах, да, старинных, смотрим, сходим, мы, как бы, читаем, ищем аукционные вещи, да. Если есть возможность купить, покупаем, заказываем, может быть, что-то. Мы сейчас стараемся собирать природу СССР, если что-то осталось, а уже практически ничего не осталось. Бюстики какие-таки, фарфоровые, да, бронзовые какие-то вещи, посуда какая-то. Я недавно, простите меня, расскажу случай, что выносить мусор, подхожу к ящику. К ящикам, а я как раз-таки издалека увидела, у ящиков стоит кресло старое, а на кресле стоит старая, старинная картина. Написано, 77-й год. Просто природа, там, рожь колосится, там, деревья растут. А рама, она не просто деревянная, она деревянная, она деревья гипсом вылеплена вот это вот все украшение, немножко слегка отбитое. Я сразу эту картину раз приношу домой, говорю, смотри, что я принес. Пошел выносить мусор, а принес, не знаю, какая-то драгоценность может быть. Семья самое главное, а тем более для меня, как бы, это поддержка моральная, конечно, в первую очередь, которая меня до сих пор, почему, благодаря которой я до сих пор танцую, нахожусь на сцене и продолжаю танцевать, работать. У меня силы, откуда у меня появляются силы. Вообще, очень сложно, да, иметь артиста творческого в семье. Совершенно другие люди, категорические люди, совершенно другого, как бы, склада ума. И нас, мы, у нас, говорю, говорил уже про то, что у нас в Гаврии свои боляй, имеем в виду тараканы. Нас надо принимать такими, какими есть. И стараться даже, в принципе, в какой-то степени уживаться в нас, да, переходить на нашу сторону. Говорю, скажу про свою Лену, что она, я думаю, что многие, то, что вот мы сейчас делаем, связанные проекты, да, вот с концертами и так далее, это 99,9% и это ее. То есть, она как-то вот вжилась, может быть, она занималась в свое время не тем, чем надо было, а надо было заниматься как раз-таки этим. Она перфекционист в жизни, она любит, чтобы было все правильно, грамотно, четко. В какой-то степени нам это мешает. Но, с другой стороны, мы делаем, скажу честно, качественный продукт. То же самое в семье, то же самое в отношении к ребенку, то же самое в вещах окружающих. Это в одежде, это в доме и так далее. Мы одно целое. Я говорю, тоже не задумываясь, счастливый человек, даже немножко у меня сейчас подкатило, да, как бы. Ну, наверное, это был подарок свыше, когда я все это приобрела, что у меня это появилось. Как бы не хочется этого ничего менять, и я думаю, что этого и не будет. То есть, как бы оно есть, все, и будем стараться это охранять, держать. Спасибо. 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 Спасибо.